Не прошло и двое суток со времени ликвидации Пригожина, как Лукашенко решил поделиться своими умозаключениями по этому поводу. В частности, он сказал, что Путин не может стоять за гибелью Пригожина. Также сказал о том, что он располагал информации о возможном покушении на Пригожина и даже ставил за известность об этом Путина и Бортникова. И они якобы проинформировали об этом Пригожина. Но тут по датам немножечко не совпадает, потому что говорил Лукашенко, что это ему стало известно во время его визита в Эмираты. А этот визит, если ничего более не произошло, о чем мы не знаем, был как раз в начале этого года зимой. Что вы думаете об этом брифинге Лукашенко? Это тезис, о котором утвердил Кремль, белорусский диктатор, сейчас рассказал. А он не говорил о том, что он знает, откуда готовилось нападение? Не показывал по карте, нет? Нет, не показывал. Зато сказал, что он и не должен был гарантировать безопасность Пригожину. Да, что-то он теряет форму. Раньше он же веселил аудиторию этим все время. Показывал, откуда готовилось нападение и так далее. Нет, ну в общем, все, что говорит Лукашенко, это не стоит просто ломаного гроша. Это абсолютный гунт, демагог, человек, который совершенно без стыда, без совести метет языком, как помилун. Мы это все знаем прекрасно, и даже над ним просто смеются весь мир, да, над этими его мемами и так далее, которые он периодически повторяет, типа, того, который я поцитировал. Так что все, конечно, что-то он врет, как все вымерено. Другой вопрос, что действительно, что важно, да, что он прежде всего пытается отмазать Путина. Это говорит, скорее даже, не Лукашенко, а о том, что в Кремле принято решение напрячь все свои ресурсы информационные, политические, чтобы отмазать Путина от этого убийства. Значит, об этом же все толдонят ежедневно, может сказать, все это время, ежечасно даже российские пропагандисты. Нет, это не Путин, ему это не выгодно, он не мог, да, и так далее, и так далее. То есть сейчас идет вот такая кампания по отмазке Путина. Почему это делается? Делается это прежде всего потому, чтобы не приводить, чтобы не вносить, значит, в нестойкую психику ура-патриотов российских зерно сомнений, да, потому что они начнут думать, за них же Пригожин, это авторитет, ЧВК «Вагнер» — это же крутая организация, этот бренд раскручивали последние годы активнейшим образом все российские СМИ и российской пропагандой. И Пригожин, соответственно, носитель этого бренда, там, главный в этом ЧВК «Вагнера». Значит, и тут, понимаете, они только этот пузырь надули, а тут его надо как-то лопать быстро. И население начинает чесать ремку и думать, а что ж такое-то происходит? Нам же говорили, что Пригожин такой крутой, и вдруг его убивает. Причем бывает подло, убивает на русскую договоренность, потому что это же было озвучено, это же российская пропаганда, что была договоренность, Пригожин амнистирован, и он куда-то там сваливает в Белоруссию. И гарантии, гарантии ему тоже давали со стороны Путина. Значит, кстати, характерно, что Лукашенко уже отказывает. Нет, я никаких гарантий не давал. Да, ну так вот, значит, ситуация следующая, что властям нужно спасать рейтинг Путина в уропатриотической среде, спасать свой ядерный электорат вот этих безумных уропатриотов. Значит, им нужно внушить, что это кто угодно, только не Путин. Брасываются разные совершенно версии, чтобы окончательно запутать бедолаг, который так путается в трех соснах. Значит, эти версии специальные кладят, кладят, чтобы российский обыватель почесал репу и подумал. Нет, столько информации, разные версии. Конечно, тут ничего не поймешь. Правду нам не узнать. Но это, конечно, не Путин, не Владимир Владимирович. Все же об этом говорят. И Лукашенко об этом говорит. Так что здесь Лукашенко сыграл под пивалой в российской пропагандистской компании. А все остальное, что он там несет про предупреждения, про какие-то эмираты, это все, конечно, бред. Я даже... Видите, даже он не старается, чтобы у него сходились даты, чтобы у него вообще что-то сходилось. Как говорил в свое время Жванецкий, тщительней надо, врать тоже надо. Тщительней, тогда, может, и за правду сойдет. Вечером, 24 августа, многие задпаблики, они пестрели информацией в том, что в случайность какую-то они не верят, что Пригожин пошел против Путина. Понятно, кому это выгодно. И поэтому не рассказывайте какие-то другие сказки. Более того, даже сравнивали Пригожина с генералом Лейтином. Почему-то такие сравнения даже были. У меня вопрос к вам следующий. Еще месяц назад директор ЦРУ говорил о том, что если Пригожин окажется жив в результате вот этого всего недомятежа, он будет крайне удивлен. Даже тогда советовал ему проверять, что он ест, что ему подают. Если ФСБ, если Путин хотел убрать Пригожина, почему именно сейчас и почему таким образом? Ведь за последние два месяца Роспропаганда достаточно активно работала над тем, чтобы вычищать любую информацию, связанную с руководителями Чавака-Вагнера в медийном пространстве. Да, вот как раз эти два месяца они готовили общественное мнение к этому преступлению. Готовили в каком ключе? Они готовили этот же пузырь, который был надут по поводу Чавака-Вагнера и Пригожина. Его невозможно было единомоментно сдуть. Они его сдували постепенно, они дискредитировали Пригожина. Они передавали там информацию о его несметных богатствах, о его каком-то там особняке в Питере, где висели фотографии голов отрезанных его, головорезанных. Ну и куча всего. То есть давали такую информацию, чтобы население перестало ему сочувствовать. Кроме того, Игорь Виланович, я прошу прощения, что перебиваю, была информация также о том, что Пригожин смертельно болен. Но ведь он мог умереть просто по состоянию здоровья. Ну, Путин у нас тоже пресмертельно болен, в кавычках. Один известный персонаж, да, с птичьей фамилией. Нам щепечет об этом и воркует уже лет 7-8. Значит, нет, ничего, никаких доказательств этому не было совершенно. Какие-то вымыслы можно бороться. Так вот, возвращаясь к тому, о чем я говорил. Пропаганда работала по дискредитации Пригожина. И достаточно удачно, согласно опросам, рейтинг очень сильно обвалился, почти в два раза. Значит, это первое, второе, как готовили это преступление. Не только общественное мнение готовили, но и постепенно, значит, нивелировали, множили на ноль его военную силу, то есть ЧВК Вагнер. Чтобы они в случае убийства Пригожина и там Уткина не подняли какой-то метит. Значит, что для этого делать? Для этого у них отобрали тяжелое оружие. Их разделили фактически на три группы. То есть часть уехала в Беларусь, часть ушла в отпуск, часть ушла в Африку. В результате сейчас некому мстить за Пригожина. ЧВК Вагнер, как такового, жене в полной мере. Есть, как дед, только остатки, да, как писал поэт, мы оглядывались, видим лишь руины. ЧВК Вагнер остались руины. Значит, поэтому, собственно, мстить тоже некому за него. И в третий момент, почему они подождались этим делом, с убийством Пригожина, чтобы это не так слишком явно было, чтобы уши Путина не так торчали. Потому что если бы убили, если бы вдруг самолет Пригожным разбился через три дня, например, или через неделю даже после мятежа, даже самые тупоголовые ватники, и то бы никогда бы не поверили, что это произошло вне контекста выступления Путина против Пригожина, и вне участия Путина, без участия Путина. Поэтому они подождали какое-то время, когда остынут страсти, когда, значит, повестка сместится информационная куда-то в другом направлении. С одной стороны, параллельно дискредитировали Пригожина в СМИ, и также параллельно как-то размывали его военную силу. Сейчас они решили, что уже можно. Вот они его и гротали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова